всем привет я виктор стельмах и это мой видеоблог стельмах про авто я рассказываю здесь о том чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей сегодня я в испании на тесте новой toyota rav4 почему новой toyota rav4 и 4 поколение toyota rav4 было обновлено еще в 2013 году а потому что это не просто toyota rav4 а это гибридная toyota rav4 и об этом говорит вот этот вот голубенький значок чем хорош новые toyota rav4 гибрид тем что теоретически он должен экономить топливо вот мы специально обнулились и посмотрим сколько в результате у нас получится в этом году тойоте исполняется toyota rav4 исполняется 20 лет потому что первая toyota rav4 появилась 1996 году и в аккурат к двадцатилетию toyota выпустила гибридную версию своего бестселлера компактного кроссовера rav4 в чем прелесть этого кроссовера для тех кто мечтал себе купить lexus есть хорошая новость потому что новой toyota rav4 гибридной стоит точно такая же гибридная силовая установка как в новом lexus nx 300h и не просто точно такая же а еще даже немножко лучше потому что она на велик во всяком случае toyota rav4 тратит намного меньше топлива чем lexus nx 300h хотя вот потому что она меньше весит в toyota rav4 общая мощность силовой установки 197 лошадиных сил 222 222 232 232 242 252 вот так вот можно посмотреть как заряжается ваш аккумулятор и как работает вот пошла зарядка торможение и пошла зарядка сразу же при торможении вот набор скорости и разряжается торможение пошла зарядка при торможении кстати издает машина неприятный звук какой-то такой космический практически как будто бы выходит как какой-то реактивный самолет да когда останавливаешь камера включает вот такой вот обзор на 360 градусов это тоже новинка направляющая удобно двигаться можно еще назад немножко проехать ну вот очень удобно хорошая камера заднего вида чем моноприводная гибридная toyota rav4 отличается от полноприводной гибридной toyota rav4 тем что у моноприводной то есть rav4 с передним приводом у нее два мотора один мотор бензиновый и один мотор электрический а в полноприводной версии три мотора один мотор бензиновый и два электрических мотора один из которых расположен возле задних колес поэтому если раньше на toyota rav4 когда включаешь режим спорт и заходишь поворот то 10 процентов мощности перебрасывается автоматически на задние колеса но так происходило только в режиме спорт на гибридной полноприводной toyota rav4 10 процентов повороте на задние колеса перебрасываются автоматически поэтому полноприводная гибридная toyota rav4 управляется лучше чем моноприводная моноприводная как-то не очень уверенно заходят повороты а полноприводной такого не скажешь единственный недостаток который получился в результате появления третьего мотора в полноприводной версии это то что у нее стал меньше багажник он стал меньше примерно на 40 литров и теперь составляет около 500 литров надо отметить что несмотря на то что моноприводной версии два мотора а в полноприводной версии три мотора мощность и в ту и другое toyota rav4 абсолютно одинаковая общая мощность всех наборов это 197 лошадиных сил несмотря на то что динамика гибридной toyota rav4 отличная она разгоняется как я уже говорил до 100 километров час всего за 8 и тридесятых секунды правда когда динамично едешь расход топлива очень очень сильно возрастает и вот у нас он увеличился уже было девяти с половиной литров на 100 километров потому что мы по трассе проехали со скоростью 160 километров в час до девяти с половиной литров я должен сказать что несмотря на то что тойоте rav4 новый вариатор им оснащаются только гибридные toyota rav4 этот вариатор как и все вариаторы совсем немножечко тупит то есть он запаздывает с ускорением даже в спортивном режиме запаздывает с ускорением спортивный режим хорош на трассе а в городе лучше всего перейти в экономичный эко режим и тогда вы будете прекрасно экономить топлива я думаю что сейчас у нас потребление топлива моментально понизится до тех же 7 литров на 100 километров которые у нас и были для этого надо включить кнопочку вот здесь у нас есть три кнопочки кнопочка и ви кнопочка эко режим и кнопочка спорт надо нажать на кнопочку и ви кстати очень интересно что гибридные toyota rav4 нету тахометра тут вместо тахометра есть специальный такой прибор вот он который показывает не обороты двигателя показывает как вы едете то есть едете ли вы экономично или вы едете не экономично вот обратите внимание насколько упал расход топлива после того как мы съехали с горы и спокойно проехали в экономичном экологическом режиме тоже будет покупать новую гибридную toyota rav4 а ее будут покупать люди которые хотят больше комфорта и люди которые хотят иметь автомобиль самыми современными технологиями потому что как обещают в тойоте украина цена на гибридную toyota rav4 в украине будет примерно такой же как и на дизельную версию может быть чуть чуть дороже поэтому покупать дизель ради экономии не будет смысла зато если вы купите гибридную toyota rav4 то будет то вы будете иметь автомобиль который оснащен самыми современными технологиями на мой вопрос а насколько все-таки хватает аккумуляторных батарей и когда их придется менять гибридной toyota rav4 специалисты техники из toyota ответили что срок годности батарей не ограничен батареи работают столько же сколько и сам автомобиль поэтому специально менять их не нужно ну и как я и обещал хочу сказать если смысл покупать новую toyota rav4 гибридно ради того чтобы экономить топливом мне кажется что ради того чтобы экономить топлива смысл покупать новую гибридную toyota rav4 смысла такого нет потому что вот сейчас на полноприводной версии вы специально обнулились и у меня средний расход топлива получился 7 и 2 литра на 100 километров соответственно экономия топлива совсем небольшая подписывайтесь на мой видеоблог читайте мои тесты на авто консалтинге и слушайте мою программу стель магдас авто на радио вести и конечно ставьте лайки